Разнообразные творческие площадки, конкурсы и самые главные книги. Именно так ежегодно в городе Надбугом проходит фестиваль «Читающий бульвар». Изначально праздник рассчитан на детскую аудиторию с целью привлечения маленьких посетителей к чтению и посещению библиотеки имени Пушкина. Но по мере развития фестиваля стало ясно, что взрослые проявляют интерес не меньше самих детей. И это понятно, ведь чтение литературы не имеет градации по возрасту и читать любят все. Неизменной составляющей у нас всегда является книга. Ведь книга – это и источник знаний, и источник каких-то новых творческих идей. И книга дает возможность самовыразиться. Ведь у нас все наши творческие площадки неизменно связаны с книгой. Вышивка лентами, театральные площадки, Любое рукоделие – это все связано с книгой. Различные вязаны, к примеру, игрушки – это герои сказок каких-то и так далее. Так что вот это, наверное, самое главное. Все, что связано с книгой, вдохновляет людей на творчество. Одна из главных фишек фестиваля «Читающий бульвар» – разнообразие тематик. Прошлые годы были посвящены различным писателям, в том числе Пушкину и Грибоедову. На праздники уже успели выступить все поэты Брещены. Иногда «Читающий бульвар» проходил и в патриотическом формате. В нынешнем году основная тема – творчество. Поэтому практически на каждой площадке каждый желающий мог почувствовать себя настоящим творцом. Творчество, как и чтение книг, оно развивает мозг. Здесь царит интересная очень атмосфера. Атмосфера – вот здесь очень много детей, женщин, и они что-то творят. Кто-то что-то вырезает, кто-то что-то вяжет, кто-то что-то лепит, даже валяют. Сердечки я видела и дети, и взрослые. Но, наверное, основное еще впереди. Ожидания от праздника у всех посетителей фестиваля «Читающий бульвар» полностью оправдались. Каждый из них получил свой заряд и творческое вдохновение. Для взрослых организованы различные мастер-классы. К примеру, как сшить для ребенка своими руками декоративную куклу. А те, кто помладше, проводили время за настольными играми и чтением книг. Многие мастера выпускают мастер-классы и тоже свои книги. Вот, например, Екатерина Кононова, она вот выпустила свою книгу. Это тоже вот когда-то появились куклы, и она вот стала их разрабатывать, расширять, делать мастер-классы. То есть, если человек купит такую книгу или возьмет ее в библиотеке, на основе вот этих вот готовых мастер-классов он сможет научиться делать такие же куклы. Думал, что тут будут, ну, наверное, садиться, ну, там, и читать книги, все такое. А тут очень весело. Ну, интересно, всякие-всякие, можно много разных вещей делать. Можно вот в пекарню, можно поиграть. Читающий бульвар – это место, где каждый житель может провести время интересно и с пользой. В будущем праздник книги будет расширяться и привлекать все больше посетителей. Этот фестиваль по праву считается одним из самых интересных мероприятий города. И те, кто посещают читающий бульвар, сходятся в одном мнении – лучше Бреста нету места.